Открытым чемпионатом Севастополя фехтовальщики детско-юношеской спортивной школы номер 5 открывают сезон. Но статус с соревнованием придает возможность получить новый разряд. Этот турнир первый в этом году, скорее водный. Ребята только притираются друг к другу, выясняют где использовать слабые стороны противника, а где собирать за счет своих сильных качеств. Мы сейчас занимаемся разминкой, и мы, получается, ищем места врагов, куда можно уколоть. Знаешь, что есть в других сторонах? То, что у меня рука держится вот так вот, и меня никто не может уколоть. Я отбиваю шпагулками. Каждый турнир для ребят праздник, но этот чемпионат особенный. Здесь впервые используется современное оборудование, которое Федерация фехтования Севастополя получила в рамках субсидий базовых видов спорта. Это и информационное табло, где отображается счет, время, приоритет, а также новые профессиональные металлические дорожки. Мы уколем и в руки, и в ноги, и в маски, и в ноги, самое главное. То есть, когда укол в ногу, то он читается. Если же я уколю в дорожку, укол просто не будет гореть фонарь. Ну и, конечно, на дорожке распределена зона. Так нам раньше приходилось рисовать ее как-то, а сейчас уже все видно, и детям становится понятно. И наглядно, я думаю, что в дальнейшем мне легче будет объяснить на тренировках, для чего это использовать и как с этим работать. Фехтование – благородный вид спорта, развивающий у ребенка не только скорость и реакцию, но и мышление. Однако особый всплеск популярности в Севастополе, да и по всей стране, произошел после Олимпиады 2016 года, где сборная России произвела настоящий фурор, завоевав четыре золотых медали. Те, которые уже занимались, мы в тренировочный процесс включали видеопросмотры, олимпийские игры, мы обсуждали обязательные результаты, потому что результаты-то были феерические. Ну и, конечно, да, очень много пришло детей, и мы очень рады всех видеть. И, ну, неожиданно, даже в сегодняшнем турнире у нас участвует более 40 человек. Для детей, которые первый год занимаются, это очень большой показатель. Для многих ребят фехтование становится спортом всей жизни по счастливой случайности. Так, серебряная призерка Всероссийского юношеского турнира по фехтованию Юлия Полозова пришла в секцию вместе с братом. В итоге брат перешел в борьбу, а она осталась и теперь представляет родной город на крупных соревнованиях. Я смотрела со своими родными телевизор, смотрела спортивное шоу, и я там смотрела фехтование. Мне очень понравилось, и я со своим братом сначала карандашами фехтовала, а потом уже захотела пойти на этот вид спорта и заниматься им, и стремиться к высоким результатам. Этот вид спорта, он на скорость. Я люблю скорость, я активный ребенок, и очень люблю бегать, там, с чем-то заниматься таким интересным. А фехтование для меня самое то. На приближающейся летней Всероссийской спартояде Севастополь представят пять фехтовальщиков. А через две недели севастопольских шпажистов ждет новый чемпионат. К ним приедут соперники со всего Крыма. Этот турнир будет уже отборочным. По его итогам тренеры сформируют сборную в различных возрастах. Михаил Журавский, Анатолий Паньков, Севинформбюро.